Радио передача предназначена для слушателей старше 12 лет. Всем здравствуйте! В эфире Большая перемена. Завтра будет день рождения нашего любимого университета БГУ. И завтра состоится премьера мюзикла «Планета студента», которая будет проходить в художественном музее. Что там будет, кто будет, поговорим сегодня об этом. А наши замечательные гости Мария Фомичева, это директор Центра творчества БГУ, и Полина Бушкова, организатор завтрашнего. Здравствуйте! Здравствуйте! И также ваша ведущая Алина Филиппова. Всем привет! Я думаю, стоит начать с того, почему такое название у мюзикла «Планета студента». Ну, во-первых, я хочу пояснить, у нас будет мероприятие все-таки не в художественном музее, а мероприятие будет в кинотеатре художественном, который является нашей площадкой, поэтому обязательно всех приглашаем. Приходите, начало в 15.00. Перед мюзиклом у нас состоится ежегодное вручение стипендии ученого совета. То есть тоже такая будет интрига, у кого же будут эти стипендии. Ну, а потом мы представляем премьеру, новый формат мероприятия, не просто концерт, а целый мюзикл студенческого творчества «Планета студента». Отвечаю на ваш вопрос, почему такое название «Планета студента». Когда мы разрабатывали тематику для мюзикла, когда мы этот проект только обдумывали, нам хотелось не брать какую-то тему, которая не связана с темой студенчества. Поэтому мы углубились именно, кто такой студент, что для него важно, какие у студента проблемы. Поэтому основная мысль этого мюзикла все-таки показать, кто такой студент. И также лейтмотивом мюзикла является то, что бывших студентов не бывает, даже если есть сотрудники, люди, которые закончили университет много лет назад. То есть в душе они все равно студенты, все равно они сохранили теплоту этого времени. Ну и мы надеемся, что всем понравится. Спасибо. То есть вот все, что мы делаем, всю подготовку, это и есть мюзикл. То есть просто в формате таком сделан, да? Ну, это будет формат театрализованного действия. Это будет проходить на сцене. То есть это новый для нас формат, такой экспериментальный. Но мы надеемся, что такой формат станет доброй традицией на какие-то мероприятия. То есть до этого у нас был опыт проведения тематических концертов, официальных концертов, каких-то событийных мероприятий. Здесь формат другой, поэтому получится, не получится, будет оценивать зритель. Много студентов задействовано во всем этом. На самом деле, да, произошла довольно большая организационная работа. На сцене можно будет увидеть более 100 человек. Да, перебью Полину. Это у нас такой своеобразный рекорд БГУ. То есть больше 100 человек на сцене. Да. Круто. На самом деле, за сценой более 120 человек, а точнее 128 человек. Потому что у нас появился новый коллектив художественный. Они занимались разработкой именно того, что будет на сцене. Какие-то рисунки, какие-то, ну, такие вещи тоже. То есть много людей вложили свою лепту в это все. А кто вообще был инициатором идеи провести это все в формате мюзикла? Ну, идея пришла, грубо говоря, сама собой. Тоже много организационных моментов, опять же. Много людей занимались задумкой. То есть кто-то подавал идеи. И, ну, вообще в основном, да, Мария Борисовна. Мы ей помогали. Интересная идея, конечно. Ну, приходите, чтобы это все увидеть. Потому что мы тоже задействованы, получается, во всем этом. И, в принципе, выглядит это довольно интересный новый коллектив, как упомянула Полина. Мы не ожидали их увидеть на сцене тоже, когда смотрели. А есть ли какие-то главные роли? Потому что в мюзикле все равно есть какие-то главные герои. Я думаю, что главные герои здесь те, кто являются студентами. То есть режиссерская задумка этого проекта, как я уже сказала, да, то есть нет главных ролей. У нас есть определенные локации, через которые проходит студенчество. И в каждой локации есть свои главные роли. Поэтому если ты студент, если ты на сцене, я уверена, что именно у вас главная роль. Спасибо. Блин, запуталась с вопросом. Нужно ли какое-то вообще приглашение, чтобы прийти на мюзикл завтра? Приглашения нет. Специального приглашения не нужно. Естественно, у нас будут места, которые будут забронированы для преподавателей-сотрудников. Также, конечно же, у нас есть места для студентов. То есть вход у нас свободный. Я еще раз это подчеркну. Кинотеатр художественный. Завтра, 25 октября, 15.00. Сначала у нас состоится церемония вручения стипендии ученого совета. Поэтому, если вы пришли на мюзикл, не пугайтесь, вы пришли по адресу. Просто сначала будет церемония, а потом через некоторое время начнется уже мюзикл. Все поняли. Полина, к тебе такой вопрос. Какие твои функции как организатора завтра? На самом деле, я могу выделить то, что я занимаюсь документацией довольно большим количеством. Мне помогает Екатерина Болотова, это второй культорганизатор, за что я большое спасибо. Надеюсь, он это увидит все. Документация. Также мы общаемся со студентами, с коллективами, с преподавателями. Тоже помогаем организовать работу, как-то помочь выстроить это все на сцене. Помочь с реквизитом, если кому-то что-то понадобится, принести, унести, найти. В основном, да, общение со студентами. Я бы хотела добавить еще, да, перебиваю, Полина, тебя, что на самом деле функции культорганизаторов, они намного шире, чем, наверное, каждый из нас может себе представить. То есть это координация работы всех коллективов, всех служб, то есть координация реквизита, координация каких-то музыкального сопровождения, которое надо передать, дополнить, оформить, исправить, может быть, украсить и так далее. Поэтому очень большой функционал, но мы надеемся, что мы все соберемся в кучу. И завтра мы очень надеемся, что будет интересно. Ну и, конечно, будем рады, если будет обратная связь от наших студентов и сотрудников. Тоже на это надеемся. Мы все переживаем, с другими коллективами тоже так общаемся. Они тоже все на нервозе, не знают, как вообще все пройдет. Вот мы тоже решили поэкспериментировать в этом году и тоже какую-то актерскую игру применить в нашем номере. А еще такой вопрос. Полина, ты же вроде тоже стихи читаешь, а там был коллектив, который как раз читал стихи, почему ты не участвуешь? Я в основном занимаюсь работой за сценой. Это тоже довольно большой труд. Смотреть, чтобы коллективы успевали вовремя выйти на сцену, чтобы у них все было, чтобы они были готовы. Найти каждого студента, потому что вдруг кто-нибудь куда-нибудь вышел, надо будет до него добежать. Надо будет его найти и быстренько на сцену. Вот это тоже большой труд, большая работа. А есть ли что-нибудь такое прикольненькое, что вы готовите завтра ко дню рождения БГУ? На самом деле, в этом можно сказать спасибо медиа-центру, потому что довольно большой кусок материала, который будет на экране, помог нам сделать медиа-центр. Ну вообще мы благодарим тех, кто каким-то образом нам помог. Мы благодарим управление по работе со студентами, мы благодарим медиа-центр за помощь именно в видеоконтенте. Мы всегда не устаем благодарить ректорат за поддержку студенческого творчества. То есть очень важно, когда мы предлагаем какие-то идеи, и они находят отклик. То есть когда нас поддерживают, когда понимают, что это необходимо студентам, чтобы развиваться, чтобы повышать исполнительский уровень мастерства. Поэтому будем надеяться, все получится. И еще раз, еще раз говорю, всех приглашаем. Может быть, кто-то только сейчас присоединился, может же такое быть. Поэтому еще раз говорю, 15.00 завтра, СКДЦ художественный, вход свободный. Приходите, будем рады видеть всех. Настя, что вы можете на экране видеть объявление, кто вдруг что-то не понял. Полина, я тебя перебила, извини. На самом деле, хотелось еще передать спасибо такому клубу спортивному, как Байкал. Потому что ребята тоже очень сильно постарались. Мы попросили Андрея Щепанского, это главный у них там, чтобы он нам тоже помог с разработкой видео на экране. Поэтому, ребята, тоже вам большое спасибо за то, что вы посодействовали нам. А как именно он вам помог? Он монтировал там что-то? Ну, мы не будем раскрывать всех секретов, но ребята записали определенный видеоряд, который мы тоже покажем на сцене, покажем на экране. Понятно, спасибо. А вот мюзикл будет как-то зафиксирован? Будет ли он потом как-то еще показываться в следующие разы? Ну, покажет время и покажет, наверное, понимаете, ни у какого мероприятия, очень трудно, да, у любого мероприятия предсказать, насколько успешен этот проект или нет. Это покажет время, поэтому на ваш вопрос я тоже могу ответить только так. Покажет время. Конечно, если такой формат будет актуальным, мы готовы его как-то еще дорабатывать, усовершенствовать и показывать еще раз. Но, опять же, все покажет премьера. Вот вы еще сказали, что в организации очень сильно помог коллектив, вот новый, театра. Я не могу выделить какой-то конкретный коллектив. У нас все коллективы откликнулись. Всем коллективам это единственный, это первый такой проект, когда было задано конкретное задание на конкретное музыкальное произведение, на конкретный танец, на конкретные подводки, на конкретную инструментальную, да, аранжировку. Поэтому все коллективы делают новую для себя работу, и я не могу выделить какой-то конкретный коллектив. Но, естественно, во многом мюзикл получился, да, и получил право на существование за счет того, что у нас появились два новых коллектива. Это студенческий театр и художественная студия. То есть художественная студия, как уже сказала Полина, они у нас делают живую фотозону. Почему живую? Рассказываю, потому что там кто-то живой будет ходить, потому что это не печатный баннер, это все нарисовано кисточками, это нарисовано людьми, это вложена душа, это, да, как картина. То есть есть фотография, есть картина. То есть это живое искусство. И студенческий театр, они также делают интересные подводки к каким-то номерам. Они, ну, опять же, не буду рассказывать все, но там интересные будут пантомимы, где каждый сможет вспомнить себя, бывший студент. Ну, опять же, как я уже сказала, бывших студентов не бывает. Тот, кто когда-то был студентом, может вспомнить, как это было у него. Ну, и будут стараться делать определенную подводку к каждой локации. Понятненько. А сколько вообще по продолжительности будет проходить все мероприятие, весь мюзикл? Мюзикл у нас рассчитан на 50 минут. Всего? Ну, на самом деле, это такой, как сказать, устоявшийся формат. И делать больше, чтобы был какой-то антракт, мы просто не имеем временной возможности. Тем более, мы прекрасно понимаем, что у всех сотрудников это будет рабочий день. Поэтому нам поставили определенные рамки. Ну, и, конечно же, формат наших мероприятий всегда где-то в районе полутора часов. С учетом того, что первая часть официальная, это будет вручение стипендии ученого совета. Соответственно, полчаса и плюс 50 минут равняется полноценное красивое мероприятие ко дню рождения университета. Когда на репетиции приходишь, кажется, что длиться это прям целую вечность. А когда выступаешь, это проходит буквально за несколько минут. Хотелось бы спросить о каких-то дальнейших планах. На следующие мероприятия может кто-то уже готовится. Вы знаете, пока у меня в голове планы относительно завтрашнего дня, относительно прогона генерального, который у нас состоится сегодня. Что касается дальше, дальше будем думать какие-то интересные проекты к Новому году. До Нового года у нас пока в разработке проект именно от художественной студии ко дню матери. Мы хотим сделать художественный мастер-класс, тоже новое направление. Причем сделать его для всех желающих. Опять же, называется «Рисуем цветы для мамы». То есть пока не готова сказать, в какой технике это будет, когда, но такое будет. Поэтому сразу говорю, количество мест будет ограничено. Поэтому уважаемые студенты, уважаемые сотрудники и преподаватели, кто хочет вечером в приятной обстановке порисовать, может быть, снять стресс после учебы или работы, будем рады видеть. Ну, планов много, поэтому будем рады, если все наши, опять же, планы будут осуществляться. На самом деле, про рисование очень интересно. Это будет в художественном? Я думаю, да. Хорошо. Записывайтесь, к вам же обращаться, да? Ну, давайте мы об этом подумаем послезавтра. Хорошо. Ну, главное, вы запомните, если интересуетесь, намотайте себе, как говорится, на ус и ждите. Карина, к сожалению, уехала. Кто ее заменяет в коллективе? У нас же там одна из главных исполнительниц. Да, насколько я знаю, Карина у нас улетела на конкурс. Да. И, ну, видимо, кто-то ее партию. Я вот, к сожалению, на эту тему не общалась с руководителем коллектива Нота Бена, но надеемся, что все-таки номер не пострадает. Полина, ты что-то хотела рассказать про мюзикл? Что именно? Ты говорила, какие-то там фишечки будут. На самом деле я не помню, чтобы я такое сказала, потому что многое засекречено, многое говорить нельзя, потому что многое будет раскрываться только во время самого мероприятия, чтобы всем было интересно, чтобы никто заранее не сидел, не знал, что ага, там будет это, это. И уже ожидать этого. Ну, да, тут и согласна. У меня еще такой вопрос. Вот мне всегда было интересно, как выбираются номера по последовательности. Вот кто за кем вот. Как вы распределяете это все? Ну, вот тоже такой, да, магический вопрос. Как же это происходит? Иногда это происходит не по нашему желанию, а по каким-то техническим особенностям сцены, по техническим особенностям режиссуры, которые здесь, то есть где-то необходим какой-то тяжелый реквизит, который необходимо время, чтобы убрать, поэтому мы не можем какой-то номер поставить раньше или позже. Поэтому мы тут лавируем между тем, что мы хотим и что мы можем. Поэтому, наверное, вот я только так могу ответить на ваш вопрос. Но, тем не менее, в любом случае мы стараемся, чтобы определенная логика и последовательность, она присутствовала, и чтобы зрителю было понятно. Поэтому не забудьте завтра с собой взять хорошее настроение. Ну, тут еще, получается, в этот раз, касаемо мюзикла, тут еще связано как раз с коллективом театра, потому что они же еще подводки всякие делают. Да, все верно. Что-то я еще хотела спросить, очень важное, но я что-то забыла. Может, вы что-то еще расскажете? Ну, можем еще раз напомнить, что завтра, 25 октября, в 15.00 с КДЦ «Художественный». Всех будем рады видеть. Как я уже сказала, с собой хорошее настроение, позитивный заряд. Ну и, конечно же, будем рады обратной связи, потому что нам очень важно, мы хотим развиваться, мы хотим делать какие-то новые интересные проекты. Поэтому, если у нас есть мнение зрителя, ну, собственно, ради кого мы и делаем все эти проекты, да, то это очень здорово. На самом деле, еще хотела сказать, что если вы хотите узнать какую-то информацию о том, чем занимается Центр Творчества, какие мероприятия будут в будущем, все можно увидеть на официальном сайте ВКонтакте, который называется «Центр Творчества БГУ». Я его веду и стараюсь как можно более вовремя скидывать информацию о последующих мероприятиях и информацию о прошлом. Поэтому подписывайтесь, следите за нами и за нашим творчеством. Вот, я вспомнила еще, что хотела спросить, будет ли что-то после мюзикла. Ну, может, какое-нибудь там еще дополнительное мероприятие, там, какого-нибудь вечеринка. Ну, по поводу вечеринки мы в следующий раз обязательно подумаем о таком формате. Формат очень интересный, спасибо за идею. Но в этот раз у нас как бы сдвоенное мероприятие, это вручение стипендий ученого совета и мюзикл, поэтому в этом году для нас, я думаю, этого достаточно. А вот вручение стипендий тоже будет проходить, ну, с участием коллективов? Или кто-то конкретно будет это все вести? Оно будет максимально официальное, то есть есть определенные традиции в нашем университете, по каким правилам должно проходить вот конкретно это мероприятие. Поэтому все коллективы мы оставили, все творческие номера мы оставили в мюзикл. Хорошо, будем ждать. Ну, я думаю, что мы обсудили все, что касается мюзикла, так как секретов много и вы не можете все раскрыть. Я думаю, что ребятам стоит завтра лучше прийти и самим все увидеть, потому что, ну, действительно интересно, много музыки, ребята реально очень классно подготовились, поют, танцуют, играют свои роли. Поэтому приходите, пожалуйста, тоже завтра, смотрите на нас. А я думаю, что эфир можно подвести к концу. Я напоминаю, что сегодня с нами была директор центра творчества БГУ Мария Фомичева и организатор завтрашнего мюзикла Полина Бушкова, а также ведущая Алина Филиппова. Всем спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал Игорь Негода.